Новый начальник ФНС. Кто он? После ухода на должность премьер-министра Михаила Мишустина главой налоговой стал Даниил Егоров. Ему всего 44 года по образованию юрист. Михаил Сафонов о том, что о Егорове говорят коллеги-бизнесмены, а также о том, как могут измениться корпоративные мероприятия ФНС. Вряд ли кто-то удивился выбору Михаила Мишустина. Его бывший зам, а теперь глава ФНС Даниил Егоров, занимался важнейшими проектами налоговой. Это внедрение системы контроля за сбором НДС, введение онлайн-касс, режима самозанятых. В общем, все то, благодаря чему нашу налоговую теперь считают чуть ли не самой прогрессивной в мире. И в том, что сборы налогов в России за последние годы резко выросли, во многом заслуга и Егорова. Он, как его бывший начальник, не особо публичный человек. Но в сети можно найти его интервью, выступления. Вот, например, фрагмент речи Даниила Егорова на съезде Ассоциации российских банков в позапрошлом году. На самом деле, важные слова для бизнеса о том, что компания и налоговая должны достичь компромисса. Мы понимаем, что главная модель разных KPI, когда у налогоплательщика задача иметь низкую эффективную налоговую ставку, а наша задача доночить как можно больше налогов, в основе этой системы лежать не может. Нам необходимо вырабатывать единый KPI. Отсутствие пении штрафов – это только бантик. Егоров как раз говорил о вышеупомянутой системе удаленного контроля НДС. Этот налог – один из основных кормильцев нашего бюджета. И именно его поступления больше всего росли за последнее время. Благодаря автоматизированной системе в первую очередь и идет процесс обеления, когда компании начинают платить налоги. В том числе начал выходить из тени один из самых серых секторов российского бизнеса – клининговые услуги. Мир, где трудятся мигранты-уборщики, где налоги еще недавно платить было не принято. И вот как о новом начальнике ФНС отзывается гендиректор Ассоциации клининговых и фасилити операторов Андрей Драгунов. Мы работаем по нашему проекту обеления, именно с ним. По поводу технократа не знаю, но мощный, молодой, образованный или устремленный, ну, сильный руководитель. Федеральная нововая служба вообще в корне, наверное, отличается от разных ведомств. Вот с кем бы я там ни общался, все на уровне люди. Даниил Егоров по образованию юрист. Причем он первый юрист, вставший во главе ФНС. Закончил юрфак РУДН. Кстати, на одном курсе, но в параллельной группе с ним учился Алексей Навальный. О чем оппозиционер сразу сообщил в Твиттере. В свое время будущий руководитель налоговой участвовал в знаковых процессах. Один из них – спор ФНС и угольной компании «Северный Кузбасс» восьмилетней давности. Там речь шла о популярной тогда в России схеме оптимизации налогов. ФНС, которую представлял Егоров, выиграла. Налоговикам оппонировал управляющий партнер «Пепеляев» групп Сергей Пепеляев. Он и после не раз встречался с Даниилом Егоровым. Как специалист он у меня только уважение вызывает. Как человек тоже, он весьма интеллигентный человек. И в общении, и в манере, и прочее. Я бы даже сказал, вот такой европейский. Не по лоску, а по сути. Нет никаких ни слухов, ни намеков на какую-то его коррупционность. Все опрошенные Бизнес-ФМ предприниматели отзываются о Егорове только положительно. Можно, конечно, это списать на то, что с налоговой никто не хочет портить отношения. Но ведь и раньше претензий именно к руководству ФНС особо не было. А Егоров, как пишет коммерсант, был ключевым игроком команды Михаила Мишустина. И еще одна деталь. Мишустин, как теперь стало известно, пишет музыку и любит фольклор. И по его инициативе, как сообщали ведомости, сотрудники налоговой проводили капустники, где пели шлягеры и частушки. Егоров же театрал. Интересно, изменится ли при нем стиль корпоративных мероприятий ФНС. ФНС